Константий Феодул Перед своей смертью передал по наследству греческому старцу Мартиниану, который прибыл на Афон в 1821 году. Прожив в Пантелеймоновом монастыре 20 лет, однажды Мартиниан по зову сердца и согласия игумена отправился путешествовать с проповедями по греческим городам и селам, взяв с собой образ Богородицы. Благодаря этому в 1841 году жители селения Маврония молились перед иконой об избавлении от саранчи, из-за набегов которой они вот уже который год страдали от неурожая и голода. Свершилось чудо, и через день во всей округе не осталось ни одного вредоносного насекомого. Кроме того, молящаяся перед иконой мать одного умирающего мальчика испросила чудо, благодаря которому ребенок был возвращен к жизни. Мартиниан прожил в Мавронии примерно два года, и за это время бережно хранимая им святая икона прославилась чудесными исцелениями бесноватых и других недужных, которые потянулись в селение, чтобы обратиться с горячими молитвами к Богоматери и просить у нее милости, пред ее чудотворным образом. Вернувшись на Афон, в родной монастырь Русик, схимник Мартиниан скончался в 1884 году, оставив икону монастырю, где она хранилась и привлекала к себе множество паломников вплоть до 1889 года. После чего, по решению настоятеля Пантелеимоновой обители Архимандрита Макария, единогласно одобренного братьей, икону Богородицы отправили с посланцами в новоафонскую обитель, в Россию. Чтобы она проливала чудодейственный свет на людей русских, православных. Икона была передана новоафонскому монастырю 20 июля 1889 года, и в ее честь было установлено праздненство 17 октября. Когда в новоафонской симоноканонитской обители впервые совершилось праздненство в честь этой иконы, буря выбросила на берег у монастыря более тонны рыбы. Икона и по сей день сохраняется в обители. Покрытая золоченой ризой с эмалью, она вделана в другую икону большего размера, на которой ее держат в руках изображенная в полный рост апостол Симон Канонит и великомученик Пантелеимон Целитель. Чудотворный список иконы Божьей Матери-Избавительница имеется в Вене, в Венском Свято-Никольском соборе. Пресвятая Богородица, спаси нас! Яко Пресветлая Звезда, проси я божественными чудесы, Святый Твой образ, Избавительница, Лучами благодати и милосердия Твоего, Позарив в ночи скорби сущих, По дождю бы нам всеблагая Деву, Избавление от бед, Исцеление недугов душевных и телесных, Спасенье и велию милость. О иконе Твоей, Пресвятая Госпожа, Бедствовавши и с верою притекши, Заступлением Твоим избавишся от злых, Но яко Матерь Христа Бога, И на свободе от лютых обстояний, Временных и вечных дозовем Ти, Радуйся, Избавительница наша от всех бед. О Пресвятей Владычице нашей Богородице, И при сну Деве Марии, С о умилением сердец помолимся. Пресвятая Богородице, Спаси нас. О Матерь Божия, помощь наша и защита, Пресно буди нам, Избавительница, На Тябо уповай, мы всегда Вседушно Тя призываем, Умилосердися и помози, Пожалей и избавь, Преклони ухо Твоей, Наши скорбные и слезные молитвы прими, И якоже, пощеши, успокой и обрадуй нас, Любящих Твоего возлюбленного Сына, Ему же слава, честь и поклонение С Отцем и Святым Духом Во веки вековым. Пре мудрость Пресвятая Богородице, Спаси нас. Честнейшую Херувиму, Славнейшую без сравнения Серафим, Без издания Богослова, Родшую сущую Богородицу Тя величаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова